Добрый вечер! Мы прошлый урок начали с вступлений в 29 главе. Сегодня будем концентрироваться на текст и объяснять текст. Объяснять текст. 163-я страница на русскоязычный перевод, глава 29-я. В чем отличается текст, чем вступление, который мы попытались понять в прошлого урока? Что в текст Ребе, Алт-Ребе беседовать в прямом смысле. У него диалог с очень особенный человек. Этот человек в состоянии души, он не праведник еще, он далеко не праведник, но он уже не грешник. Он Бейнони. Напоминаю, что такое Бейнони. Это человек, который не грешит вообще. Ни одного малейшего случайного греха не бывает. У него нет ни одной заповеди, активной, положительной, митсватасе, которую надо делать, и он пропускается. Настолько, что он беспереривно учит Тору, настолько, что его уст никогда не перерывается в учении Тору. Иначе он не выполняет заповеди о учении Тору. Ваги Тобо, Йоман Валайла. Трудитесь в него, то есть в Тору, утро до ночи. Утро и ночи. То есть он не это, у него нет проблем. А что у него за проблем теперь? У него проблем, что у него пропадало чувство. Из такого уровня человек беседует Алтаребе и объясняет ему, как нужно вернуть чувство. Почему это важно понять? Потому что потом, как всегда, мы попытаемся это переводить на нас, на обычные грешные люди, обычные люди. Но мы встретим сейчас реально великий человек, который, у него нет таких проблем, как у нас. У него не случаются ошибки. Он не ошибается. В таких вишах, в которых мы ошибаемся. Не случайно и, конечно, не планировано. Вообще. И с ним, когда мы говорим, что не хватает чувства, первый вопрос, зачем оно тебе надо? Поэтому давай мы начнем потихоньку почитать, попытаться понимать, что за человек, который мы с ними беседуем. История. История. Ах, ойд ахас. Цоих, лошис, эцоис, бенавшоис, бенавшоис, бенуни. Еще одной проблемой. Надо задумываться, найти решение в душе бенуни. Что за од ахат? Что за еще одной? Мы долго объяснили, несколько глебек объяснили, как решить проблему с депрессией. То есть мы уже объяснили, выяснили с этого бенуни, вы объяснили с этого бенуни и нам, грешной, почему нельзя быть и не надо быть, и как выходить из депрессии. И он не в депрессии. У него нормальное, хорошее настроение. Но у него есть проблема. Еще один проблема. Ашер лифамим бывает улейтим рабим иногда даже часто. Не только раз в какое-то время, а часто бывает иногда. Ешле гэм тимтумалев У них бывает оттупление сердца. Что значит тупое сердце? Тупое – это не дурное, это не глупое. Тупое – это из слова тупое – нож. Тупое – это не дурное – нож. Он не острый, не чувствительный. У них бывает оттупление сердца. Тупое сердце. Она не чувствительная. Она не острая. Она не живчивая. Она не азивчивая. Она не чувствуется. Жёсткое – это оттупление сердца. Шеннааса кээвэн. Серца переброшайца в каменной серца. Велой, йохой, лифтоях либой бешум ойфэн. Он не можат раскрыть своего сердца ни в каких обстоятельствах. Ла войдо шабале зудфило. Во время молитвы, когда нужно чувствовать. Убейнули. Не говорим о какие-то глупые чувства. Он хочет чувствовать любви ко Всевышнему, когда он молится. Или страх перед Всевышнему. У него нет чувства. Он не может открывать. Раскрыть сердце у него не получается. Раскрывать её не получается. Ну, спрашиваете вы, ну, не почувствуй, ну и что с того? А в чём катастрофа? Если подходят к нам евреи, и мы говорим ему, дорогой еврей, одевайте тфилин, и он отвечает нам, я не чувствую. Что мы должны отвечать ему? Та не чувствуй. Та не надо чувствовать. Одевайте тфилин. Если еврей скажет нам, я не могу не есть ни кошел, я не чувствую с этого комфорта. Не надо чувствовать. Выпольняй. С каких пор мы должны требовать чувствовать? Это хорошо, это красиво, это приятно. Ну, хорошо, этого Бейнони не чувствует. Он Бейнони. С названием Бейнони мы понимаем, что у него грехов нет, у панильных заповедей нет проблем, у учеников нет проблем, у молитвы нет проблем. Он просто не чувствует. Так не чувствуй. В чём проблема? Ну, ничего страшного, не почувствуешь. Ну, а что с того? Объясняю треба, в чём проблема. Вегам лифаамим лой юхал лейлохим им айецер лекадеш адсмой бамутар лой мипне квейдус шелбилибой. Пьердой причина, что он хочет молиться. А молиться без чувства это проблема. Почему? Мы читаем в читании Шма «Люби Господа». Так надо любить. Написано, что надо чувствовать перед него страхом, трепетом. Надо чувствовать, и он не чувствует. Говорит, треба, это не только это. Не только это. У него не получается перебороть где ему разрешено. Есть такой заповедь. Разрешено. Разрешено ему. Есть такой заповедь, называется «кадэйш ацмехо бамутурнох». Это один из 613 заповедей. Надо освятить себе, осветить себе, становиться святой. Где тебе разрешено? «Есть мороженое». если меня разрешено есть мороженое, это не означает, что я должен есть мороженое. разрешеное. себе воздержаться. Если меня разрешено общаться, не означает, что я должен общаться. Могу мальчать. То есть мы говорим о высшей, которой разрешено. И наша бейнуни, у него проблемы с запрещенной вопросом нет. У него проблем усиловать и становиться лучше, где он может воздержаться. Как это понять? Мы учили несколько главе раньше. 16 главе, если не ошибаюсь. Например, как пример, что Тальмуд переводится. Пример, и мы встречаем это в наши условия заказ такси. Сколько стоит заказ такси на 5 километров? Первый 5 километров. Так у нас происходит. Первый 5 километров. Сколько? Это 35. 40 гривен. А если я поеду с ним 5 половина, сколько это будет стоить? Двойная ставка. Это не будет стоить 5 плюс пол километра. Так не считается. 5 километр плюс 5 километр. Это уже совершенно другой цифр. также Тальмуд рассказывает, что когда были извошики на реньке, они привыкли ехать там 100 миль, 100 миль или 100 шагов, я не знаю сколько это было там в тое время, я не помню что написано там четко. И это стоила определенная сумма 100 рублей. Если попросили у них ехать 101, то это стоила двойная ставка. Совершенно другой. И ребят тогда объясняет, что поэтому для хасидов среды Эмораим и Танаим, вот этих великих ученых, было привычно учить каждое учение сто раз. Сто раз повторяли. Были разные причины, почему сто раз. Вообще надо повторить. Написано, что человек, который учит и не повторяет, это как сеять и не собирать плодов. Ты сеял первый раз, надо собирать, надо вернуться еще раз и пройтись еще раз поле и собирать урожай. Если только сеял и не шел, это утрата. Поэтому всегда в закон учения учишься, повторяй. Сколько? Для этого порядок вот нашей страницы в Тальмуде, на верхней странице есть комментарии раши и комментарии Тосфот всегда всегда в первой строке комментарии раши и комментарии Тосфот будет четыре строки. Только четыре. Не пья, не одна, не два, только постоянно четыре. Почему? Всегда говорили, что это признак, что минимально надо повторить учение четыре раза для ее воздержания в мозг, для того, что она будет реально получить какое-то восприятие у себе в мозге. Но наши Мураим и Танаим повторили учение сто раз. Почему сто раз? А? Правильно говорите. У них не были книги. у нас стала книга это пять рублей, пять гривен. Раньше книга это была ого, книга? Почему? Потому что это был паргамент, его снимали, шкуру какой-то животную. И сегодня, сегодня каждый кушает говядину дома. Тогда и говядина не было дома каждый день. Это было раз в какой-то месяц кушали говядину, это было счастье. И количество шкур было не так много. Когда уже получили, писали. Поэтому было определенное хранилище. В каждой из яшивы сколько могли купить. И вот там и сохранили. Поэтому они привыкли повторить каждое учение. У них была такая обязательство сто раз воспоминать все в мозг. Они знали все на изузе. И говорит Танмуд, что хасидов среды Эмурайм и Танаим были тех, которые повторили учение сто один раз. Потому что это дополнительное раз это был перелом животной души. Они просто переломали себе. Через себе перешли. То есть это из этого, что мы говорим сейчас. Переломать себе еще один раз. Говорит Ребе без чувства не получается. Для этого нужно особое усилие. Просто так это не получается. Очень тяжело. для этого нужно специальное усилие. И для этого нужно усилие, которое связано с чувством. Когда есть трепет при Всевышнем и любви Всевышнему и сердце горит из-за этого и у него получается легко. А если у него нет этого, не получается. Он слабый, он слабец. Поэтому наши бейнуни у него проблемы. он не чувствует ни трепет к Всевышнему и любви к Всевышнему. И у нас он обращается к Теребе и говорит ему, помогите меня вернуть к себе чувства. Что мне делать? Говорит ему Ребе, везой си эйцо хайя уцо. Вот это мой совет. вот это совет, говорит Ребе, написано в книге Святой Зо Кабаля. Рашби писал это. Он писал брус или дрова, которую мы хотим ее зажигать, в камин бросать. Если мы будем бросать еще в холодный камин такой целый такой брус или или дрова, что будет? Она потухнет сразу. Что надо делать для того, чтобы начинать зажигать у себя огня в камин? Надо разбить, надо взять маленькие веточки. Если у него нет, что ему надо? Нужно взять топор и переломать, переломать, и дробить его на маленькие кусками. И тогда возьмется. Говорит книга Зоа так же, как у дрова нужно ее раздробить, для того, что в него огонь возьмется, так же гуфо. Так же тело, которое огня душа не держится в него, надо его давить, раздробить. Так же, как дрова. То есть, сравнение какое? Так же, как дрова, большая дрова, нельзя зажигать прямо так в целостности, не держится огонь. для этого надо его раздробить маленькими кусками с топором, разделить настолько, что огонь уже возьмется хоть в одного из них, и тогда вес дрова будет гореть. так же, говорит книга Зуал, в чувство души. Почему это так же? Кто огонь? Кто чувство? Душа чувствует. Почему не чувствуется чувство души? Тело мешает. Это дрова. Он мешает, он не берет. почему не берет? Слишком крупный. Слишком крупный. Еще раз, это очень надо просто понимать. Так же, как дрова не держится огня, когда он целый и холодный, что надо раздробить его с топором и разделить его на маленькие куски, и тогда в один из них берется что-нибудь и тогда вес будет гореть. Так же теплоту, чувство, которое есть у душа, она есть. Что такое душа? Любящая Всевышнему, богобоязвенности и привязанности ко Всевышнему. Это и есть божественная душа. Она уже чувствует, у нее нет проблем с чувством. Проблем с чем? Что тела не берет. Поэтому он не чувствует, он же тела. Почему не чувствуется? Потому что он слишком грубый, он слишком большой. Что надо делать? Раздробить его, начинать его разделить по кускам? Пируш на херое ден нишмесо шо ойране шома ва сехел эно ме ме коль ках лим шой л л хом гью с шбак уф. Что это значит? Огня душа, святость, которая есть в душах, которая соединяется с мозгом, не может осветить грубости, которая в теле. то есть у него нет проблем понимания. Он не понимает. Он учил хорошим меомер, и не один, не скалкасотный меомер. У него есть полное сознание, он учил варата индивидситва и вера, он учил еще меомер в дырг мецвей сехо, шер шер шмесо затфилу, еще не скалкат такими меомерами. Касающиеся понимания и сознания единства Бога, сотворения мира, у него нет сомнений, у мозга нет проблем. Проблем в том, что он не зажигается, не зажигает сердце, сердце не зажигается. Кому принадлежит сердце? Животная душа. Она слишком грубая, поэтому не зажигается. Он не чувствуется ничего. И у него не получается завести. сомнений. Он не смотрит, что он понимает и концентрировается, и думает своим мозгом великим божьем. Он не смотрит в его мозг, настолько, что он будет царствовать, управлять. Грубость сердца, потому что они грубые и материальные, и почему это так? Есть грубости, которые есть в клипах. Почему это происходит? Откуда это приходит? Почему его понимание не прилипает к мозгу? Достаточно для того, чтобы заставить сердце очнуться, потому что оно грубое сердце. Почему грубое? Из-за клипа. Что за клипа? Клипа, которая возвышает в себе высшие божественности. Очень интересная цепочка. Первое, надо понимать, как это работает. Рассказано, что Ребера Шаб однажды был у врача в Австрии, в Вене. Это был не в Рейске врач, но очень философский врач. Он чуть-чуть что-то понимал в жизни. И он спросил Ребера Шаб, чем вы занимаетесь, какой вид учения вы занимаетесь? Он говорит, я занимаюсь воспитанием мозга, восприятием того, что выше от него, и приложивание мост между мозгом к сердцу, потому что сердце будет слушаться. Говорит ему врач, между мозгом сердца целый океан. Как можно строить мост между ними? Он говорит, да, и тем не менее можно. Целый океан, без вопросов. Но надо переложить это в мостик. То есть, Хасидут объясняет, что почему у нас проблема, несмотря на то, что мы что-то понимаем, мы затрудняем очень сильно перевести это на дело в жизни. Почему? Мы понимаем что-то, мы поняли, нужно. Мы поняли, что нужно соблюдать субботу. Почему? Потому что Всевышний перестал сотворить в субботу и сотворил в субботу отдыхать. И поэтому мы должны тоже перестать делать дела, увдин дыхой, дела, которые будных на будных дней принадлежит. Потому что это время, в которое будных не работает. Это нарушение закон природы. Мы это учили со всех сторон и осознали. Почему не так легко соблюдать субботу, как положено? Постоянно есть проблемы. Тут забыли, там забыли, тут не получается, там не получается. Почему так? Почему не чувствуется суббота? Почему? В чем проблема? Проблема, что сердце, что мозг не чувствуется. То есть, а мозг тоже этапы. Есть знания. Первый человек услышал, субботу не работаем. Слушал. Потом он учился, как это не работает. Ему объясняют, что написано в Талмуде и в Мишне, что есть 39 видов работы, которые запрещены в субботу, потому что эти виды работы делали в храм, и параллельно на них нельзя делать в субботу. Понял. Он учился и понял. Потом ему объяснили, как это переводится в нашей модерной жизни. Вот это нельзя, вот это можно, почему, потому, потому что это похоже на это, это похоже на это. И вот так живем. Понял. Но это не возбуждает у себя в жизни чувство, что нужно соблюдать субботу. Как? Он уже знает. А почему нужно? Он не чувствует. Поэтому он открывает несколько мааморим в Хаситуте, который объясняет, что это означает сотворение мира и шесть дней. Что это означает, что Всевышний перестал ва юхулу ашамай им веогат вхоль цевом. Что Всевышний перестал сотворить. Что он возвысил себе наверх, выше, из речей сотворения к мыслы. Поэтому, когда мы идем и тянем себе в делах, в речей, мы нарушаем покой, мы нарушаем мыслы. Вот теперь я понимаю, почему. У меня уже начинает осознание, почему. Но это не означает, что я это чувствую. Я это понимаю. Для того, что чувствовать мне нужно что? Много думать, концентрироваться, объяснить себе доступными словами в мозг, объяснить себе. «Пока мозг не убежден», это называется, убеждением мозга. Мозг убежден. Это не хорошо работать с собой. Нельзя. Это невозможно. Но это не означает, что сердце это хочет. Оно хочет делать как хочет. Мозг понимает, но мозг чувствует, но сердце не чувствует так. Ей удобно и комфортно, как есть. Для этого нужно, что желание, мозг будет настаивать, настаивать чувство сердца и говорит ему, я твой начальник, я тут должен чувствовать, я указываю тебе чувствовать. И тогда сердце начинает чувствовать. Почему? Потому что главный у человека мозг не чувствовать. кто указывает нам мозг? Откуда мы знаем это? Очень просто. Наши детей, когда были маленькие, если предлагали им 100 гривен и конфеты, они взяли что? Конфеты. Прошли всего лишь там 2-3 года, предлагали в зале 100 и просили еще один. Что случилось? Хочется, хочется, что-то конфета? Хочется, но куплю сейчас 100. Он уже понимает, то есть мозг, да, управляет, но он управляет слабым. Почему? Невоспитанными. Мы невоспитаны. Если наш мозг управлял реально нашим сердцем, как должно быть, мы бы ели не все, что попало, а то, что нужно. Мы не курили никогда, не бухали никогда и занимались спортом, потому что он, мы не говорим сейчас о божественности, мы говорим о простой управлении мозгом над сердцем. мир распушенный. А мы говорим об имени, он не распушенный. У него нет такого. У него так, как человек был построен, сотворен, так он живет. Мозг приказывается, сердце слушается и в чувствах. Но здесь проблема у него, что в мозге вопросы о божественности, мы не говорим о правильной жизни. в правильной жизни все слушается. А чувства, божественные чувства, о любви ко Всевышнему, это не прилипает у него в мозг. Мозг не понимает и не осознал, что ему нужно любить. Поэтому он так и не приказывает сердца любить. И сердце и не любит. У него не прилипает. Почему не прилипает? Проблем с душой? Нет. Душа святая. Проблем с его грубость. Грубость чего? Животная душа. Она не пропускает это. Откуда у нее наглость не пропустить? Откуда у нее такой взяток? Животная душа слушается, мозговая душа, которой чувствуется у Бену не точно божественное влияние. Как она смела не хотеть? Это и есть клепа. Клепа, которая возвышивает себе выше Всевышней. Что такое клепа? Есть я, есть он. И я тоже кто-то. Мы говорили об этом. Билам что сказал? Без Всевышнего ничего не скажу. Но иди туда, а вдруг Всевышний передумывает пойду. Потому что я хочу. Я хочу проклянуть народа Израиля. Меня сказали не надо, но пока сказали. Но я хочу. То есть есть я, есть Всевышний. Он хочет, я слушаю. Он же очень сильный, очень могучий. Но есть я. Вот это чувство есть я, и я есть, и я тоже являюсь кто-то. Вот это наше Томас. Он находится у нас. Почему не чувствует Бену нежелание любить Всевышнего? Потому что он чувствует, а есть я. А любить меня что не надо? И вот это, вот это грубое чувство останавливает все. Он не может двигаться. Поэтому какой совет дает ему Зоан? Разбывай ее. Она слишком грубая, как дрова большая. Толстая дрова. Надо ее разбить. Теперь мы будем понимать, как его разбить. И для того, чтобы понимать это до конца, Ребе объясняет здесь очень интересная тема. разница между Бену нежелание и праведниками. И для того, чтобы владеть сердцем, и чтобы прилипнуть к мозгу чувства, надо ее унизить. Кого унизить? Кого надо унизить? Кого надо унизить? А? Он говорил только что Клипа. Первое надо унизить Клипа. Хорошо. Все. А как унизить Клипа? Да Гайну. Он объясняет как? Ликбоя и тим. Назначить время. Прямо время. Десять часов вечером. Понедельник. Назначить время. Ла Гаспил Ацмой. Унизить себя. Унизить себя. Ну, значит, время унизить себя. Ли Хи Йойс Нив Забеэйнов Нимос. Для того, что унизить себя настолько, что он будет чувствовать перед собой отвращение. Сам себе отвращение. Кокосов, лев, нишбар, гуах, нишберо. Он должен быть сломанная сердца. Дух сломанная. А кто это за сломанная сердца и сломанной дух? Хи аситраха. Эта и Клипа. Ше-хи, хи, ха-одом Ацмой Бабейнони. Кто это за Клипа? Сам человек. Харьков. Севзапутили, да? Типиль миглифа. Ше-хи, хи, ха-хи. Потому что оживляющая душа, то есть животная душа, она и оживляет тело, и она в полной ее силу, как в рождении, в его сердце. И поэтому она и есть сам человек. Удивительно. И получается, что для того, чтобы прилипнуть какое-то чувство в мозг, которое заставит сердце почувствовать, мне нужно унизить клепа. И для этого мне нужно назначить время унизить себя. Себя. Причем тут себя? Потому что я ест клепа, я ест ситраха, я ест. Как это так? Животная душа, кто это такая? Это и есть клепа. И ее надо ломать. Для того, чтобы это понять, надо вернуть обратно к 2 главе втанья. К 1 главе втанья. В первой главе втанья. Ребен начинает объяснить, что у каждой человек есть 2 души. Как написано в руах, левона и тавуэр, он не шомес, а не ассиси. Руах левона и тавуэр. Тоис, что аддин челавэк праходит фсевиш, перит фсевишнаму, и он видит, 2 душа, которые он сатварил. Одна душа от кого? От клепа и ситрах и другой стороне. И она заходит внутри телесной жизни оживлац тела. Животная душа. Кто такая животная душа? Клепа и ситрах Что она хочет? Какая у нее цель? Цель у животной души жить. Как жить? Как можно жить? Как можно жить? Конечно, комфортно. И поскольку, что она клепа и ситрах она это ее натуры. Она и есть это. Не о чем жаловаться. Она такая в натуре. Какая и есть животная. Какая и есть клепа и ситрах и ситраха. Есть я, а есть Бог. Центр животная душа это я есть. Это я есть. Все. Я есть. Это и есть натуру. Зерна. Ядро. Животная душа это я есть. Все. И когда я есть большой, то распушенности большая. Когда я есть маленький, то распушенности не такая большая. но даже когда она очень маленькая, она еще я есть. И если это я есть, то он нет. То есть она не перестает стать такая я есть. Поэтому пропустить, что кто-то еще есть, то зачем оно мне надо? Любить Бога зачем? Я есть. Я в центр жизни. Я центр силы. Как мы это видим? Мы видим это у детей. Детей это натурально. Натурально. Животная душа натуральная. Ребенок не делится ни с кем ничего. Он не делится ни родителей, ни внимания, ни еда, ни игрушки. Не делится. Я есть. Как так, что есть кроме меня кто-то. Взрослеем, воспитываем, понимаем, что для того, что я получу больше, надо делиться с кем-то, потому что иначе меня никто ничего не даст. Поэтому для того, что беречь моя я, я должен делиться, не потому, что я хороший. Надо делиться, потому что иначе никто ничего не даст. Варвары это я есть, и никого нету и в любом никакого другой, есть я. И когда я есть такой сильный, как почувствовать что-то другое? Как я могу пропустить кого-то еще? поэтому у нашей бейноне есть проблемы. Что ему нужно делать? Доступно объяснить животное душа, что ты не я есть. Ты так думаешь, потому что ты клипа, потому что ты ситрааха, потому что ты животная душа, но ты не я есть. Ты сотворение Всевышнего, поэтому ты я не бывает. Ты всего лишь сотворение, тебя сотворили такая гадкая, что ты чувствуешь себя в центр Всевышнего, но ты не есть такая. Это неправда, это ложь. И для этого надо назначить время, потому что это не проходит сам. Надо назначить время, сидеть и говорить и слушать, вот сегодня полиндельных десять, давай послушай меня хорошенько. Ты не есть, ты не такая умная. Ты сотворение Всевышнего. Ты гадкая, мешаешь меня быть правильной. Вон отсюда, хватит, пропусти другие чувства. Ты не есть центр. Я себе это думал, как это лучше и доступно объяснить, почему надо время. На самом деле это очень просто. почему большинство из нас, сидящие здесь в зале, не настолько эгоцентрично, что мы способны понимать, что есть еще люди. Почему мы такие? Потому что папа в зал к себе внимания позвать нас восемь лет или счесть лет и говорить, Лейб, видишь там твой друг в детский сад, когда он ходит рядом с тобой в детский сад и хочет куклы, не отбывай от него, он тоже есть. Ты хочешь, что с тобой будут играться? Играй с ними тоже. Ты хочешь, что тебя будут любить? Делись с ними. Когда мы взрослели, мама позвала. Ты хочешь, что друзей будут с тобой считаться? Что кто-то будет с тобой на тебя смотреть и будет дружиться? Помоги им урокам. Иди мой сон, не воняйтесь. И мы со временем с этого воспитания начали понимать, что наше я не может охватить вес жизни. мир не кружится вокруг нас. Хотя мы так чувствовали, что мы были, когда мы были детей. Мы начали чувствовать, что вокруг нас есть еще несколько людей, которые каждый из них считает, что мир тоже чуть-чуть кружится вокруг него. И надо с ними как-то считаться. Ребя говорит нам, ребята, такое же воспитание надо проводить животная душа тоже. Ты считаешь, что ты такая умная, что ты цедра силанова? Нет! Ты сотворение Всевышнего. Главное здесь, в нашем организме, это не ты. Это божественная душа, пропусти ее в сердце. Сердце не твоя, а моя. А не наполняй ее полностью и твое я, пропускай туда тоже божественная душа. И не надо взять все на себе, протянуть все одеяну. Спасибо.